Добрый день! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта макевара.ру. И в этом видео я хочу рассказать вам о подделках макевары Камертон и МБШ. Макевары Камертон и МБШ это конструкции макевар, которые разработаны мной. У меня имеется на эти макевары патент. Они настолько популярны стали за последние годы в мире, что они есть абсолютно везде. На всех континентах и материках, даже в Антарктиде, на полярной станции Прогресс, и там есть мои макевары. И не мудрено, что эти макевары пытаются подделывать. И нечистые на руку товарищи всячески пытаются использовать либо название, либо какие-то части бренда, либо конструкцию, идею и так далее, для того, чтобы производить свой какой-то контрафакт и пытаться продавать его. Что касается России, то здесь эти вопросы решаются, они все-таки защищаются как-то патентным правом и так далее. К тому же я в России сам нахожусь, и поэтому эти вопросы можно как-то порешать. Но огромное количество тех, кто занимается контрафактом, находится на территории Украины. В связи со сложной геополитической ситуацией, эти люди мало досягаемы. И сегодня я хочу поговорить об одном негодяе, который основался там и довольно успешно, в кавычках, и довольно давно подделывает макевары конструкции Камертон. Это владелец сайта макевара.нет. Ну, что хорошо у этого сайта? У него хорошо лишь одно, у него хорошее название. Макевара.нет. Потому что макевар там действительно нет. То, что там продается, это не макевары. Хочу сказать, что внешне они очень сильно напоминают макевары Камертон и МБШ, что сильно вводит в заблуждение тех, кто хочет приобрести изделия оригинальные. Но там изделия находятся именно контрафактные. У меня в Украине есть один представитель только, кто это, можно найти на моем сайте, макевара.ру. Это единственный человек, который на территории Украины может продавать именно мои макевары, причем они не производятся на территории Украины. Они делаются в России, а там только продаются. Макевара.нет не имеет никакого отношения к макеварам моей конструкции. Раньше эти товарищи, которые на макевара.нет, они пытались даже пользоваться брендом. Но этот вопрос мы порегулировали дистанционно. И сейчас они называются по-другому. Например, даже макевары Камертон и Мини Камертон, они называли те макевары, которые у них называются типа Рингтон сейчас. Именно после того, как у нас состоялся некий диалог. Ну так вот, пользуются товарищи тем, что они недосягаемы пока. Но я думаю, что скоро, в самое ближайшее время, ситуация как-то разрешится. И кризис между нашими государствами упадет, станет намного проще. Я думаю, что я доеду пообщаться с этим товарищем. Приеду ли я там один или с группой поддержки, я пока не знаю. Но думаю, что мы сумеем регулировать эту ситуацию. Особенно учитывая тот факт, что опыт в подобных вещах у нас есть. Так что я думаю, что все решим. Мы просто культурно посидим, поговорим, пообщаемся, выявим то, что считать контрафактом, что не считать контрафактом. И посчитаем тот ущерб, который нанесен был. И думаю, что мы как-то сможем найти компромиссы. И ребята найдут возможность нам как-то компенсировать те наши потери, которые благодаря им у нас, в общем-то, произошли. То есть упущенные выгоды. К сожалению, мы, конечно, не сможем компенсировать ничего тем товарищам, которые у них макевару приобрели. И вот именно поэтому я записываю сейчас этот видеоподкаст для того, чтобы научить людей, которые хотят приобрести действительно настоящую макевару камертон, самую настоящую, и отличить ее от подделок. А также предостеречь тех, кто чисто падкий на вид, и думает, что если вот конструкция похожа, а внешний вид напоминает, то это то же самое. Это неправильно. Там совсем не то же самое, и поверьте мне. Если конструктивно макевара похожа, имеет похожий внешний вид, это вовсе не говорит о том, что она обладает такими же самыми свойствами. И я сейчас объясню, как отличить макевары, и что там не так. Почему я решил разобрать именно сайт макевара.нет? Дело в том, что на самом деле подделывают в Украине макевары камертон и МБШ, и другие нечистые на руку товарищи. Но они не могут являться в должной степени конкурентами. У них могут купить только те, кто погнался за дешевизной. Ну и просто попасть в ту ситуацию, когда скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда. Эти же делают внешне макевары довольно хорошие. Хочу отдать должное, столярка, столярка как таковая, что касается внешнего вида, по крайней мере по фотографиям, что я вижу, она на уровне. На уровне. Поэтому можно надошибиться и действительно ввестись в заблуждение. Но здесь та же самая концепция, как с айфоном, когда китайский айфон чрезвычайно похож на настоящий, на оригинальный. Но если, скажем так, действительно разобраться в ситуацию, то его только в ведро. А почему? А потому что свойства, надежность, функционал совсем не те. Объясню, почему, в принципе, невозможно воспроизвести тот функционал, который есть на макеваре МБШ, даже если макевару МБШ взять, снять с нее все лекалы, чертежи и все такое прочее. И все равно не получится, даже если геометрически ее полностью воссоздать, почему не получится получить те же самые свойства. Дело в том, что детали, особенно самая сложная деталь, такая как баек, она должна одновременно быть очень упругой, иметь высокую силу сопротивления и в то же время гибкой. Добиться этого чрезвычайно сложно. И дерево само по себе, как таковое, как его не распили, и какое дерево не возьми, ясень ли или неважно, хоть любое гибкое дерево, оно не может обладать такими гибкими свойствами, чтобы при изгибе, который требуется при работе на макеваре, для достижения бойка в отбойник, чтобы удар произошел, чтобы она работала так, как надо. То есть цельная доска, цельный кусок дерева, работать так не может, это в принципе невозможно по всем правилам сопромата. В итоге, если эта доска цельная, то что может быть? Она может быть либо тонкой и очень упругой, чрезвычайно, то есть она будет гибкой, и она не будет выполнять полностью своей функции, которая нужна, либо она будет настолько жесткая, что на коротком рычаге она не сможет работать должным образом, и, соответственно, она будет либо травманоопасная, потому что она не гнется, либо она ломаться будет. Вот, все очень просто. И разработка именно такого конструктива бойка, который бы соответствовал данным требованиям, то есть был одновременно упругим и в то же время в достаточной степени жестким, это довольно сложная вещь. А производить его в промышленном масштабе, так как это делаем мы, для этого нужно специальное, довольно высокотехнологичное производство, имеющее определенную систему менеджмента качества, у которой есть карта этого процесса, на котором этапы все абсолютно прописаны, и каждая деталь, она воспроизводима. То есть это не уникальные, скажем так, изделия, а изделия серийные, рубанком просто. И самому один человек, столер, не сможет сделать в нормальном количестве нормальные макевары. Ну вот, может, конечно, как, предположим, появиться такой, ну, тумелец, как Страдивари, который делал индивидуально скрипки, там, да, одну скрипку очень долго, вот так один человек может сделать, там, одну макевару и добиться в ней определенных свойств. Но тоже, методом проб, ошибок, для этого нужно учесть опыт предыдущих поколений. Страдивари тоже ведь учился, да, он учился, ну, там, Ати, это целая школа была, то есть для этого нужно было выучиться, и потом что-то привнести свое, а тут и, там, клановая школа, что называется, семейная, то есть учился тоже. Вот, здесь то же самое. Для того, чтобы разработать классную макевару, нужно пройти годы, чтобы эти свойства получить, нужно было пройти огромный путь. То есть здесь высокотехнологичная база, здесь большое количество знаний, здесь большое количество проб и, ну, ошибок, но самое главное, заложены те свойства, которые может в них заложить, которые может дать в техническом задании только тот человек, который на макеваре работает постоянно и всегда на протяжении многих лет и обладает специфическими знаниями по этому поводу. Это я, да, потому что я на макеваре работаю больше 20 лет, гораздо больше, а разрабатывать я макевару начал как раз 20 лет назад. Это макевару Камертон. Вот. И именно потому я разработал ее, что я обладаю специфическими знаниями науки о человеке, то есть я знаю специфическое, знаю, как воздействие на макевару и воздействие макевары на человека влияет на определенные процессы регенерации, восстановления. Поэтому я понимаю, как правильно макевара должна работать, чтобы оптимально соответствовать тем требованиям, которые нужны для набивки, для постановки ударной техники и так далее. Человек, который как бы хорошо, качественно внешне макевару не воспроизвел, но не обладая такими знаниями, не может заложить в нее тех технических надусловий и то техническое задание и выполнить те технические надусловия, чтобы получить те качества, которые усилят нужные воздействия на человека и минимизируют вредные. Потому что одно дело быть столяром хорошим, а другое дело быть практиком, который понимает, что нужно заложить в это дело. И макевара, учитывая тот факт, что это не просто подушка, набитая конским волосом или какой-нибудь набивкой другой, а это снаряд, который действительно высокотехнологичный, у него заложена масса свойств, не может быть воспроизведен просто в обычной столярной мастерской. Я уверен и знаю это точно, что те, кто на макевара нет, макевары производят, сами эти макевары в должной степени не юзают, не пользуют. Почему я это знаю? А знаю потому, что у моего официального представителя в Украине, после того, как калечились люди на макеварах от макевара нет, они приобретали мои макевары потом и говорили, что это небо и земля. То есть на одних и тех же семинарах висели рядом макевары от макевара нет и мои макевары, макевары Камертон и МБШ. Люди сравнивали и говорили, да, это несопоставимые вещи вообще. И потом эти макевары нет убирались просто в долгий ящик или оставались в зале, если их оставляли там, чисто для мебели. Дело в том, что если присмотреться к изделиям от макевара нет, можно заметить, что бойки у них цельнодеревянные. Как я уже говорил, боек не склеенный, не может обладать теми упругими свойствами при той должной степени сопротивления, которая нужна в работе на макеваре. У них они цельные, значит они либо очень гибкие, либо они очень жесткие. Все, другого не дано. Нормальными свойствами по гибкости и жесткости может обладать цельный кусок, но только какого-нибудь полимерного материала. Мы в принципе думали в свое время создать такую макевару на основе каких-то полимеров, из чего делают современные спортивные луки. Но отказались, потому что тогда утратится некая преемственность. Дело в том, что макевара это не просто снаряд, это некий мостик из прошлого в будущее, из ортодоксального через настоящее и в будущее. Через макевару мы сохраняем традиционность в карате и в других боевых искусствах. Поэтому мы все-таки решили ее делать деревянную, хотя деревянную макевару сделать намного сложнее, чем предположим, если бы она была частично металлическая или полимерная. Ну и в общем, боек должен быть только клееный, по-другому быть этого не может в принципе никак. Только так. Опять же, посмотрите на большой, огромный модельный ряд, который идет у макевара.нет. Такой огромный модельный ряд говорит о том, что люди просто не понимают тех свойств, которые должны быть туда заложены. Они опираются на чисто свое умозрительное понимание о том, что можно было бы на этой макеваре сделать. То есть, как можно было бы к ней встать и, учитывая то, что они видели наши макевары, мои макевары, пытаются что-то повторить. В итоге, что-то накручивают туда, по длине, по размерам, по всему прочему, не понимая того, что добиться оптимальных свойств вполне возможно и в одной вещи. И она будет в себе абсолютно полностью все сочетать. Огромный модельный ряд говорит о том, что они не добиваются в одной макеваре всех свойств. Добиваются. И даже то, что у некоторых видов макевар не хватает пружинящих свойств и они усиливаются пружинами металлическими, говорит о том, что характеристики бойков абсолютно не соответствуют тем параметрам, которые должны быть на макеваре. Упругое свойство бойка заменяется пружинящим свойством пружины. При этом бойок абсолютно не пружинящий, он не изгибается, он просто отгибается, не изгибаясь, то есть не пружиня. Есть такие у них конструкции. То есть, такой большой модельный ряд, я еще раз повторюсь, говорит о непонимании того, как должна макевара работать, как она устроена и каким характеристикам она служит. Сдвоенные макевары, которые в разные стороны имеют два бойка, тоже говорит о том, да, и пишется, что верхняя часть для работы верхний уровень, а нижняя в нижний, говорит о том, что человек тоже абсолютно не понимает, как идет работа в верхний уровень. Если макевара закреплена высоко и верхнюю часть наносится, значит, удар, она будет отгибаться, да еще мы бьем вверх, кулак будет обязательно заламываться. Именно поэтому при работе в верхнюю часть, в верхний сектор макевара должна быть инвертирована. Она должна отгибаться, наоборот, вниз, а не вверх. Это абсолютно понятно. Для тех, кто на макеваре работает, и даже другие производители, которые гонят абсолютный контрафакт, и то пытались нивелировать это свойство, делая в нот-образную макевару, чтобы боек у нее, если верхнюю часть бить, уже находился под углом. Это, конечно, не решение, но, по крайней мере, там у человека понимание есть о том, в каком положении кулак на боек прийти должен, и как макевара будет работать дальше. Просто не хватило способностей и опыта для того, чтобы создать макевару, которая бы соответствовала требованиям. А вернее, и не опыта не хватило, ничего, а просто захотелось создать что-то такое, чтобы не сильно попахивало тем, что конструкция была уворована. Значит, у меня эти же товарищи вообще не заморачиваются. Они особо ничего не пытаются менять. Первые макевары вообще были конструктивно абсолютно схожи. Что касается того, что они делают сейчас, то происходит такая ситуация, что даже те апгрейды, которые мы выпускаем для макевары, они просто полностью дублируют. Выпустили мы ремни для макевары, они выпускают ремни для макевары. Придумали мы платформу для макевары настенную, для портативной, они тут же придумали платформу для макевары. Сейчас я рассказал про то, что надо клеёный боёк делать. Они скоро и бойки клеёный делать тоже начнут, но ума как склеить у них уже не хватит. Потому что вот здесь, ребята, надо подключать к работе сопроматчиков, надо подключать технологов. Здесь столерам быть мало. Может и подключат, но опять же, не обладая теми знаниями, чтобы понимать, что в эту макевару нужно заложить, воспроизвести, это будет в принципе невозможно. Потому что надо понимать, для этого нужно быть пользователем. Разработчик должен быть пользователем, таким как я. Это уникальное сочетание на самом деле, поэтому я и смог создать такую макевару, которая настолько популярна, что её используют ведущие в мире специалисты, и ведущие мировые модэксперты её признали лучшей макеварой в мире, и почему она получила такое широкое распространение. То есть на всех континентах она находится, везде работает. Японцы работают на ней, считают её великолепным изделием. Сумки для макевары сделали. Наверняка скоро они и сумки делать начнут. Так что вот обратите внимание на то, что это полностью плагиаторство. А то, что они даже макевары называли камертон, можете посмотреть на их сайте, на отзывах, которые самые ранние. Там ещё за 2013 год у них идут, где люди пишут в отзывах «Спасибо за мини камертон». То есть они вообще, даже макевар называли камертон. А на внутреннем рынке они называют эти макевары аналогами макевар камертон и МБШ. Ребята, это не аналоги. Ещё раз говорю, не ведитесь на это дело. Это абсолютный контрафакт, который только внешне похож. Если вы не хотите купить предмет мебели, опасный для здоровья, не в той степени для здоровья, что вы поработаете на них и умрёте. Нет. Для здоровья ваших суставов и рук, если вы хотите иметь реальный прогресс, эти макевары от макевара нет не годятся ни в коем случае. Я авторитетно заявляю, что это просто галимый контрафакт. И ещё нужно понимать тот факт, что у макевары есть регулировка. Регулировка, опять же, это узел регулировки, эта штука довольно сложная. Она возможна, опять же, только при тех условиях, что есть абсолютно правильное понимание, какие параметры в упругость и жёсткость бойка заложены. Если этого не понимать и не добиться, этих параметров у бойка, регулировка не будет работать абсолютно. Она не будет менять жёсткость макевары в каком-то большом диапазоне. То есть, это будет просто чистый мебель. Получится либо то, что движение ползуна, которое меняет жёсткость сопротивления, будет либо очень сильно влиять, либо не будет влиять вообще. Я сейчас объясню ситуацию. Если баёк сам по себе не настолько натупругий, насколько надо, то усиление сопротивления будет настолько сильным при подъёме с ползуна, что она тут же потеряет всю свою самопружинистость. А мгновенно. Тут же. То есть, вы немножко приподнимете и жёсткость станет настолько высока, что она намного будет пересиливать натупругость. И поэтому невозможно будет изменять силу сопротивления от 100 кг, предположим, до 350 кг. Она меняться будет от 100 кг, и вы чуть-чуть подняли, и у неё сразу же будет сопротивление 400 кг, и там будет излом сразу же. Она не будет упругой. Либо же наоборот. Если это будет очень-очень гибкий баёк, то там система до наоборот будет изменена. Надо просто понимать, как это работает. То есть, если человек на макеваре не работает, ему кажется, кажется, что баёк должен обязательно согнуться в том месте, где находится ползун. И о том, что этот человек, который создал эти макевары из сайта макевара.нет именно так понимает эту ситуацию, говорит то, что он создал ещё дополнительный фиксатор, который с наружной стороны фиксирует баёк как раз по уровню тому, где поднимается отбойник. Это некий хомут, который захватывает баёк. То есть, человек считает, что именно в этом месте должно перегнуться. Да нифига подобного. Если мы выше поднимаем по уровню ползун для сопротивления, то баёк будет гнуться вовсе не в этом месте, где находится ползун. Он будет гнуться либо выше, либо ниже. Скорее всего, центр самдуги находится выше, как правило. Она выгибается в форме лука. Если это непонятно человеку, который это делает, он в принципе не в состоянии понять. Почему он это не моделирует? Почему он этого не знает? Потому что он сам даже на макеваре не работал и не представляет, как это вообще работает. Вот. Поэтому, я ещё раз авторитетно заявляю, человек, который производит макевар, он абсолютно не понимает, что он делает. он делает просто внешне похожие изделия. Ну, и самое важное, о том, как различать мои макевары от поддельных макевар, я расскажу в другом видео. Ссылка на это видео будет в этом видео или в аннотациях к этому видео или на сайтах. Там есть много степеней защиты. Я расскажу, какие это степени защиты. То есть, ошибиться при покупке невозможно. Поэтому, если вы покупаете макевару чужую, вы делаете осознанный выбор и потом, конечно, ко мне претензий быть абсолютно не может по поводу того, чтобы у меня приобрести боек на чужую макевару, которую состряпали по образу подобию. Еще важный момент. Опять же, про модельный ряд. Мы выпускаем один единственный вид макевары МБШ и один единственный вид макевары Камертон. Если мы какую-то модель усовершенствовали, то предыдущую модель мы не выпускаем. Здесь мы полностью поддерживаем политику на Тайфона. Я бы так ее назвал. То есть, если выпустили модель новую, предыдущая модель снимается с производством, потому что в новой модели сочетаются все лучшие самые качества. Но абсолютно все апгрейды, которые мы производим для макевар, которые сейчас стоят на производстве, они подходят к макеварам, которые были произведены ранее. И наоборот, ранее произведенные апгрейды абсолютно хорошо подходят к макеварам самые последние конструкции. Уверяю, что те апгрейды, которые делают по нашему образу и подобию подельщики, те, которые гонят контрафакт, не учитывают это правило. И у них для каждого изделия, для каждой модели свои какие-то апгрейды. То есть, понимаете, если вы хотите дальше развиваться вместе с нами, иметь какие-то последние обновления, то здесь только ваша политика должна быть такая, что это должны быть наши макевары. Только так. И чтобы не было вопросов по такому поводу, что мои методики, которые разработаны для макевары Камертон и МБШ используются на аналогах, в том числе которые произведены на макеваронет. Понимаете, вы не получите тех результатов, которые я декларирую, потому что это не те макевары совсем, они не тех свойств. Не буду говорить то, что на тех макеварах от макевара ничего нельзя работать. Можно на них работать. Например, на них можно, если они жесткие очень, можно набивкой заниматься, если понимать, как это делать. Но постановкой удара заниматься на них точно нельзя. Это совершенно гарантированно. Правильной постановкой удара заниматься нельзя. Либо можно заниматься постановкой удара по другой методике, если эта макевара не будет иметь отбойника. Суть мои макевары в том что у нее есть отбойник и и регулировкой как они взаимодействуют и между собой эти два параметра и для чего они нужны заложено в моих методологиях если мою мои методики не знать ими не владеть то вложить те качества которые надо в макевару такой конструкции невозможно в принципе вообще вот поэтому те макевары не годятся там отбойник не нужен и узел регулировки тоже не нужен единственные те у них макевары которые можно использовать на на по жизни те макевары которые видят обычный пружинящие сомги доски то есть обычная доска вот как стандартные с традиционного сети нас к и ортодоксальная макевара вот именно такая и то если они делают из цельной сомги доски то она должна быть и такая же собственно говоря как но такие нас к а должна быть скошена на конус и надо сгибаться как лук примут ударе и отбойника никакого на ней быть не должно потому что в методике работы на традиционной окинавской макеваре отбойник не нужен он не имеет никакого смысла потому что там другая методика работы в ней моя методика она более продвинутая на более над уходящие вперед она в ней заложены большее количество моментов и аспектов которые ответственны за постановку так удара них и невозможно проработать на традиционной макеваре что не надумаляет ее совершенно никак потому что другие скажем вот аспекты для которых она изначально была разработана и прорабатываются великолепно на макеваре же камертон и нуты бша можно проработать весь спектр всех аспектов которые на макеваре вообще возможно проработать на традиционные плюс еще добавлены абсолютно новые вернее аспект это не новые просто на новой макеваре вот такой конструкции их можно проработать она старой нельзя и еще очень важно то что все макевары мои оригинальные они продаются только в россии и продаются из россии по миру но из россии все сайты с которых официально продаются макевары камертон и мбша зарегистрированы в россии тоже имеют они самый главный домен они ру то есть это макевара ru вот и другие по которым идут нут акционные продажи но самый главный сайт это 3w макевара точка ру также есть еще в социальных сетях сообщества и только с них можно купить официально макевару больше того можно связаться непосредственно с нами у всех наших изделий есть серийные номера но об этом опять же я расскажу в отдельном видео смотрите в аннотации и в подсказке к этому видео где найти это видео в котором рассказывается как отличить оригинал от подделки ну и по поводу внешнего вида вы посмотрите на макевары оригинальные и макевары от макевара нет макевары от макевара точка ру то есть оригинальные макевары камертон и макевары мбша изначально вообще не красились ничем сейчас они покрываются мастикой это сделано по просьбе потребителей которые используют макевару на улице просто задавали вопросы чем бы макевару покрасить чтобы она лучше сохранила внешний вид при эксплуатации на улице под дождем и так далее мы раньше давали советы чем это можно сделать но в итоге мы решили покрывать просто практически бесцветной мастикой макевару сами чтобы люди не портили ее внешний вид на там покрывали пина тексами разных сам цветов окрашивая лаками там и так далее почему потому что макевара мбша и камертон обладает классной текстурой она сделана из высококачественнейших вообще материалов высококачественнейших и только можно там без единого сучочка все склеено идеально все это не вообще шедевр на самом деле но ты статизма и минимализма ничего лишнего и когда вы видите макевару покрашенную палаченую имеющие какие-то эти мореные тона сидел на для красоты все это прежде всего сделано для того чтобы завуалировать какие-то дефекты и чтобы прибыли придать лучший внешний вид это как обкалывают мясо чтобы там водой и всякими там сам солями растворами чтобы она была это более пышная и колют его чем-то еще таким чтобы она была красным до подкрашена не так как в чай добавляли в столовых соду чтобы он был более темный вот если то то же самое наши макевары они без всяких украшательств они натуральные ненастоящие и в этом тоже фишка понимаете никаких украшательств нет если вы опять же видите что там все макевары покрашены и покрашены лаком в придачу ко всему то это ребят это просто говорит о том что там чё там что-то запрятали там за внешне над оберткой за красивым фантиком вовсе не та конфетка прячется которую вообще надо а как это говорится вот так обезьяны ловят то есть ловят на красивость не все то золото что блестит понимаете важны характеристики и свойства ну а что касается внешнего вида я вам уже сказал и повторюсь макевары камертон и мбша это шедевр шедевр эстетизма и минимализма эстетический минимализм они прекрасны но я думаю что вы все поняли если макевара нужно именно вам или вашим друзьям и вы хотите макевару кому-то подарить и или извлечь из нее пользу вы сделаете выбор а в пользу настоящих макевар тех которые а производятся профессионалами своего дела то есть моей фирмой фирмы буду шин сайта макевара точка ру потому что именно мы разработали эту макевару эту конструкцию мы знаем почему она такая и какие в нее должны быть заложены свойства и характеристики это знаем только мы а если этих свойств не знать то все остальное будет просто похоже но качество внешне может быть хоть и хорошее но свойства будут абсолютно не те поэтому настоящие макевары с настоящими правильными характеристиками и свойствами только у нас удачи друзья и не ведитесь на подделку до свидания а